Что-то не хватает Ну ладно, слышно и ладно Ну ладно В имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь Божьей милости будь ко мне грешным Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитву Прочисто Тебе, Матери и всех святых Помилуй на нас с вами Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ Исучего я для животного Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ Исучего я для животного Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас Слава Тебе, Святому Духу и Ниней, Пресня И вовеки веков, аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконно нас. Святей посетей и силенемощей нашей имени Твою ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Твоему Сыну, 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 Игорь, и вовеки веков, аминь. Отче наш, сущий на небесах, досвети Саима Твою ради, подвергся с Твоей, и вовеки в улице, и на земле, как на небе. Хред наш, насущий, подавай нам на каждый день, и прости, но грехи наши, как мы прощаем, должны там наши. Мы не веди нас в искушение, мы избавь нас от лукавого, который сейчас просил, а вовеки веков, аминь. В воскресенье день посвятимся, люди, Пасха, Господь не Пасха, ибо от смерти в жизни и от смерти на небо Христос, Господь принял нас, поющий победную песенку, и спасла стресс из мертвых, смерть и смерть, по трафу, слышно, было жизнь, было. Очистим чувства и убедим Христа, сияющего неприступным светом в воскресенье, и радуйтесь, ясно услышан от Него, воспевая победную песню, Христос воскрес из мертвых, смерть и смерть, по трафу, слышно, было жизнь, было. Небеса достойно довеселятся, земля дорадуется, да празднует весь мир, видимый и невидимый, ибо восстал Христос, веселье вечное, придите и станем пить новое питье, не из камня бесплодного и чудесного излаги, но из источника нетвения гроба Христова, на котором утверждаемся. Христос воскрес из мертвых, смерть и смерть, по трафу, слышно, было бы, как трафу, слышно, было бы, как трафу, теперь все наполнилось светом, небо, земля и места, происходные, празднуется, тварь, восстания Христа, на котором утверждаемся. Христос воскрес из мертвых, смерть и смерть, по трафу, несущего, гроба, жизнь, гроба, вчера я поблимался с тобой внести, сегодня я восстаюсь с тобой в воскресшем, вчера я распинался с тобой в сам, прославь меня с тобой, спаситель, садский твой он, возвещавший ободе вокруг, достанет с нами на божественную стражу, как святоморскому ангелу, ясно воскресающий, сегодня спасение миру, потому что воскрес Христос, как всесильный Христос, воскрес из мертвых, смертью, смерть, по трафу, сущего, гроба, жизнь, гроба. Наша Пасха Христос, ее синий мужским полом, как сын, развешивший действенную тромбу, назван Альцом, как предлагаемый в пищу, не порочным, так не причастный, скверный, а как истинный Бог, на речном совершении. Христос воскрес из мертвых, смертью, смерть, по трафу, сущего, гроба, жизнь, гроба. Благодаря нами венец Христос, как однолетний Агент, с добровольным заклялся в области, почестительную Пасху, и отвертись, грубо, на области, я, он, прекрасное солнце, правды. Богородец Давид в восторге скакал перед пропозавательным ковчегом, но и же святой народ Божий, видя исполнение пророк, заблазил все лица священно, ибо воскрес Христос, и от всесилия восстанем глубоким утром, а вместо миров внесем песен Владыки и Узен Христа, Солнце, Правды. Всем жизнь дарующего Христос воскрес из мертвых, смертью, смерть, по трафу, несущего, гроба, жизнь, гроба. Увидев безмерно, милосердие Твою Христе, содержимое варо и упаковок, радостно поспешили к свете, прославляя вечную пасту. Христос воскрес из мертвых, смертью, смерть, по трафу, сущего, гроба, жизнь, гроба. Со святильниками в руках пойдем на встречу Христос, происходящему из гроба, как жмеху, и с радостью празднувшему чинами армии, будем праздновать спасительную Божью Пасху. Сошел Твою Христе, в преисподнем исходе университет, вшил вечные запоры, содержащие из мертвых, в этот день, как и он, из кита, вышел при гробе. Христос воскрес из мертвых, смертью, смерть, по трафу, сущего, гроба, жизнь, даровал. Не повредив заключение утроба, делу рождения Твою Христе, отсталость гроба, сохранить в целом, и печать, и отец нам прииграя. Христос воскрес из мертвых, смертью, смерть, по трафу, сущего, гроба, жизнь, даровал. Спаситель мой, живя, и тот Бог, незаконаемый вожателем, добровольно проведя себя, как суть его, став из гроба, воскресил вместе и родоначальному Кагану. Хотя ты, бессмертный, сошел от гроб, но уничтожил силу ада и воскрес победителем. Христе, Боже, вознести, уже на мироносице, но радуйтесь. И Твоим Апостолом, даровав мир, а всем падшим, подаёшь воскресенье. Некогда дьявы мироносице, ещё до наступления утра, искай, как дневного света, солнца, существовавшее, приписал церкви, зашедшее в могилу. Они говорили одна-другой, подруги, пойдёмте, помажем благовольным телом, исключающим жизнь подребённую, лежащую вовру в плоть, того, кто поднимает павшего даму. Идём, поспешим, как волхвы и похлонницы, принесём в бар мира, обидумывая перед нами погребаемый полотно и плача воскликнем, о, владыка, подающий воскресенье падшим, восстань. Воскресенье Христово, видя, поклонимся святому Господу Иисусу, по одному безгрешному, поклоняемся Христу, по Ему везде. Воспеваем, прославляем Твое святое воскресенье, а Ты, Бог наш, кроме Тебя иного не знаем, и мы Твое призываем. Проедите все верные, поклонимся святому Христову воскресенье. И через крест пришла радость всему миру. Всегда восхваляя Господа, будем восхвалять воскресенье Его, ибо Он, при первых распяте своей смерти, победил свят. Иисус воскресенье Христово, который сказал, дал мою жизнь вечную и великую милость. Спавшие отроков из печи, сделавшись человеком, страдает как смертный, своим страданием вовлекает смертное, по сократии смертное. Единый Бог Отцов, благословенный и предрославленный, Христос воскресенье, смертный, смерть и смерть по праву, сущим огромным жизненным, богомудрые жены, следы, какого спешили с благовольными мастями. Но кого они, как мертвого, искали со слезами, тому поклонились с радостью, как живому Богу. И твоим ученикам в Христе возвестили таинственную Пасху. Христос воскресенье, смертный, смерть и смерть по праву, сущим огромным жизненным, празднуем умерщвение, смерть и умерщвение, начало другой вечной жизни и восторге, воспеваем виновника сего имя Бога Отцов, благословенного и предрославленного. Христос воскресенье, смертный, смерть и смерть по праву, сущим огромным жизненным, поистине священно и достойно всякого-то же спасения, спасительная и светозарная ночь предвозвестницы, светоносного дня воскресения, которую вечный свет во плоти для всех воссиялась в грубах, все имениты и священный день, единственные цари Господь и зубор, праздники с праздников и торжества и стаджеств, этот день благословим Христа в веке. Христос воскрес и смертый, смерть пократ, и сущего Бога без дарова. Победите в славный день воскресения, приобщимся нового винограда, он плода божественного веселья, царство Христово, успевая его как Бога вовеки. Христос воскрес и смертый, смерть пократ, и сущего Бога без дарова. Возведи взоры Твои, Сион, и посмотрел вокруг себя, вот суклиц к Тебе, как благословицы, светлые светила от запада, севера моря и востока, дети Твои, благословляющие в Тебе Христа, вовеки Христос воскрес и смертый, смерть пократ, и сущего Бога жизнь дарова. Отец и Держители, Слово и Дух, Существо, Единое в трех лицах, Всевышное и Божественное. В Тебя мы крестились, и Тебя будем благословлять во все веки. Прославляет душа моя воскресшего, в таки день из гроба Христа, подать и на жизнь. Святись, святись, Новый Иерусалим, ибо слава Господня, он сиял он тобой. Тазыстуй теперь, веселись, сего ты же, чистая Богородица, радуйся, восстание, рожденного тобой. Христос, Новая Пасха, живая жертва, армия Божьей, принявший грехи мира, о, как Божественно, любезно и пресладостно Твое Слово Христе, ты не ложно обещал с нами быть для кончины века и мира, и это обещание, для топорной одежды мы верны и радуемся. Ангел возгласил, богодат нечистая, я делал, радуйся, и я повторял, радуйся. Твой Сын, воскрес, тот един из гроба, воскреси всех будущих, люди, веселитесь. Мария Магдалина пробежала с гроба, увидела Христа, стала расспрашивать его, приняв его и садовник. О, Пасха, великое священничество, Христос, опры и мудрость, Слово Божие и Сила, удостойна совершеннейшего и дневно с тобой, вечный святкий день. О, Пасха, ангел возгласил, богодат нечистая, и я повторяю, радуйся. Твой Сын, воскрес, воскрес, тот един из гроба, воскреси всех будущих, люди, веселитесь, светись, светись, Новый Русалим, во слава Господь, и я вам, и я вам, вы, святый, и веселись, ты же, чистая, благородица, радуйся, воскреси всех будущих, плоти и уснув, как смертный, крыца и Господь, воскрес в этот день. Этим вывели мы в состоянии твения Адамы и упразднив смерть. Поэтому ты, Пасха, медвение бессмертия и спасение мира. О, Пасха, великая и священная, Крестья, О, Примудрость, Слово Божие и Сила, удостойно совершения, приобщаться тебе в несконченный день твоего садства. Благословен Господь, твердыния мое, научающие руки мои, битвы и персты мои брани, милость моя и гражданная, пребежащая мое, исповедительный щит мой, и на него уповая. Он подчиняет мне народ море. Господи, что есть человек, что ты знаешь о нем? И сын человеческий, что обращаешь на него внимание? Человек подобен дуновению, дни его, как уклоняющаяся тень. Господи, преклони небеса твои, и садди, коснись гор, и воздымятся, блесни молнию и рассеи, пусти стрелы твои и расстрои, прострей с высоты руку твою, избавь меня и спаси меня от вод многих, от руки сынов иноплеменных, которых уста говорят суетло, и которых деснится, деснится лжи. Боже, новую песню воспою тебе на десятиструнной псалфире, воспою тебя тебе, дарующему спасение царям, избавляющему завида раба твоего. Ответого меча, избавь меня и спаси меня от руки сынов иноплеменных, которых уста говорят суетные, которые деснится, деснится лжи. Да будут сыновья наши, как разросшиеся растения, вы в молодости дочери наши, как искусно извоянные, сталкивчат подок. Да будут жизни наши полны, обильны всяким хлебом, да плавятся овцы наши тысячами и тьмами на парках наших, да будут валы наши кучны, да не будет ни восхищенной, ни пропаженной вопли на улицах наших, блажен народ, у которого ты есть, блажен народ, у которого Господь есть Бог. Буду превозносить тебя, Божий мой, Царь мой, и благословляю имя Твоего веки и веки. Всякий день буду благословлять тебя и восполять имя Твоего веки и веки. Великий Господь, гостохвален, и величие Его неисследимо. Род роду буду восхватать, дела Твои, восхищать о могуществе Твоем. А я буду размышлять о высокой славе, величии Твоего, обильных делах Твоих. Буду говорить о могуществе, страшный день Твоих, и я буду возвышать о величии Твоем. Буду превозглашать память и величие в плавности Твоей, восхватить правду Твою. Щедр и милостив Господь, Господь, и величие и много милых Твоих. Благо Господь ко всем и щедрот Его во всех влах Его. Да славяю Тебя, Господи, все дела Твои, и да благословляю Тебя, святые Твои. Да проповедую славу Сарства Твоего, да поведу Твоему, полномогущество Твоем. Чтобы дать и признаться нам человечество, полномогущество Твоем, и на словном величии и Цанство Твоего. Цанство Твоего, Цанство всех веков и власть, что Твоем во все люди. Верен Господь во всех словах Своих, и свят во всех делах Своих. Господь поддерживает всех падающих и восставляет всех недержанных. Точи всех уповают на Тебя, и Ты даешь им ключ и выйти в Твое время. Открываешь руку Твою и насыщаешь всех живущих по благоволению. Правильный Господь во всех влах Своих. И благ во всех делах Своих. Близок Господь ко всем призывающим Его, и ко всем призывающим Его выстрел, и желаниям, боящимся Него. Он исполняет волку и слышит, и спасет их. Хранит Господь всех любящих Него. А всех нечестивых искребит. Уста Мои извлекут хвалу Господню. И да благословляет всякое. Вот Святое имя Его, вовеки и веки. Слава Цуя Сына и Святому Духу. И мы не всегда и вовеки вечный. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Слава Тебе Богу. Аллилуйя, Аллилуйя, Слава Тебе Божия. Аллилуйя, Аллилуйя, Слава Тебе Божия. Молите Бога о нас, святые угодники Божии. Игнатия Ростовский, Судотворец. Ибо мы в сердце к вам прибегаем, скорым помощником, молитвенником о душах наших. Богородица Дева, радуйся, обрадана Мария. Господь с тобою. Благословен ты в женах, и благословен плод чрева твоего. Яко родила Иси Христа, спаса и избавителя душам нашим. Непобедимая божественная сила щаснага, животворящего креста Господень, не остави нас грешных уповающих на тебя. Спаси, Господи, люди Твои, и благослови достояния Твое. Победа на сопротивные дары Твое, сохраняя крестом Твоим жительством. Спаси, Господи, и помила отца моего духовного, родителей и сродника, благодетель, митрополита Илариона, епископа Евтихи, Вениамина, Агафангела, Диамида, Тихона, Антония, Священная Рея Акима, Павла, Геннадия, Сергия, Сергия, Сергия Василия, Иоанна, Михаила, Наума, Кирилла, Амбросия, Вадима, Засима, Олимпия, Андрея, Максима, Владимира, Диаконов Евгения, Александра, Михаила, Андрея, епископа Максима, Сергия, Кирилла, Венедикта, Франциска, Корнилия, Александра, Деодора, паствы их, и весь священнический и иноческий чин, и высшие истинные служители, миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам, и нам, да еще священника, если угодно, тебе смири власти воинства их, наведи страх Твой на них, и через них сотвори благое церкви Твоей, и сохрани их от покушения на них, Владимира, Дмитрия, Александра, Дональда, Рамзана, Петра, Александра, Эрдогена, Амбана, и даруй мир Израилю, России, Украине, Сирии, где война идет, и научи насценить это мирное время, и приготовь землю сию к великим и грозным испытаниям, грядущим на всю вселенную, Аллилуйя, слава Тебе, Господи, за тихую мирную ночь, что жизнь нашу продлил, и разум сохранил. Дай нам желание трудиться, обнаружить и умножить наши таланты, дарованные Тобою, и для всего пошли нам добрых помощников, наставников и советников, и сохрани нас здесь, и селение наше от пожара, воров и нечистой силы, живущих там Виктора, Андрея, Игоря, Игоря Серапима, Алексея, Иосифа, Романа, Владимира, Никиту, и прищедобных жителей, с детьми, сохрани школу, Господи Божий наш, слава Тебе, спаси и помилуй, Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, ища до их Виктора Сергея Севастьяна, Людмилу, Нину, Алентину, и расширь пределы наших общин, спаси и помилуй, Димитрия, Марину, ища до их Валентина, Алексея, Валентину, Надежду, Наталью, Марину, Димитрия, 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 Олега, Алексея, Александра, 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 Михаила, Нину, Анну, Юрия, Георгия, и всех, с кем мы познакомились через слово Твое, кому возвестили слово истины Твоей, Аллилуйя, возри на врагов, разруши их замыслы против нас, и закрой их лживые уста, не дай им погибнуть, и в судный день не помяни их безумия. Благослови благодетели наших, воздаем добром, Елена, Евгения, Евгения, Наталья, Максима Владимира, избави от янца Павла, Михаила, Андрея, Александра, Владимира, Игоря, путешествующих, Раису, Льва и Акима, и отступников Николая, Михаила, всех их найди, обрати, наставь, и нас помилуй, милости Твои, а ради посети болящих, дай силу все перенести, и даруй им исцеление, ослабление, страдания, Сергея, Александра, Александра, Аннула, Валентина, Валентина, Антонину, Калерию, Калерину. Благодарю Тебя, Господи, за здоровье и за болезни, за друзей и за врагов, все, что Ты допускаешь, все в свое время окажется полезным. Аллилуйя! Сохрани наше сокровище здесь и в пути книги. Защити от происков вражеских и все наше родство найди и обрати Евдокия, Валентина, Ирину, Татьяну, Марфунину, Ольгу, Елену, Марию, Татьяну, Аллилуйя! Упокой, Господи, в обителях небесных усопших отец и братья наших и же с верой и надеждой на воскресение и жизнь вечную, отошедшая от жизни сей. Ибо нет человека, который, живя на земле, не согрешил бы, родителей, сродников, благодетели и всех православных христиан, и сотворим вечную память, вечный покой. Ибо нет человека, который, живя на земле, не согрешил бы. Ты, как многомилостивый, прости, не вминиемся его грех в трудный день. Аллилуйя! Господи, Иисусе Христе, Боже мой, за тот день, в который дал мне веру в Тебя, страх пред Тобой и ожидание суда Божия. Благодарю Тебя, Господи, Боже мой, за день, в который дал мне Святую Библию, указал на толкование святых отцов, как на истину. Воздай вещи всеми, всем, кто трудился над возрастанием моей души. Марию Михаила Анну благослови, помилуй. Аллилуйя! Пресвятая Госпожа Богородица, Пресвятая Дева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами своими. Аллилуйя! Ангел Христов, Хранитель мой святой, моли Бога о мне грешен. Добрый мой ангел, благодарю Тебя, сколько лет Ты хранил душу мою, спасая от невидимых и невидимых опасностей. Не покинь и в смертный час, когда душа будет разлучаться от тела, и проведи душу мою по мытарствам, веди ее навеки в вечное царство Христа Бога нашего. Аллилуйя! Иоанн Креститель, предтеча Христов, моли Бога о нас, научи нас, Господи, жители бедности, имея пропитание и одежды, быть благочестивым и довольным, и каждому дару и жилье, вообще никогда не роптать, никому не завидовать. Аллилуйя! Святитель Христов Никола, мирликийский чудотворец, образ скрутости, воздержания, добрый архипастырь, моли Бога о нас, молите Бога о нас, святые пророки Божии, пророк Илья, Илисей, Инох, Моисей, Самуил, Лаарон, Иоав, Авель, Нои Иосиф, патриархи, Езра, Ниемия, Мос, Наум, Исайя, Иеремия, Варух, Изеки, Иосия, Иаиль, Агей, Сафония, Захария, Малахия, Давид, Нафан, Данил, Лаархи, Пророк, Михаил, Авраам, Исак, Яков, Да исполнен Господь духом пророческим церковь свою, дабы день прихода Твоего нашего отшествия не застал нас не готовыми, но чтобы выше навстречу Тебе с горящими святильниками истинной веры и сосудами, полными ли добрых дел, соделанных в Духе Святом с любовью, Аллилуйя, Молите Бога о нас, святые ангелы, архангелы, херувимы и серафимы, и все небесные силы престолу Божию предстоящие, святые апостолы, Петр и Павел, евангелисты, Матфея, Марк, Лукая, даруют Господь нам жажду и следовать священное писание, ибо через них мы думаем иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Тебе, Аллилуйя. Молите Бога о нас, святые мученики и мученицы, Игнатий Богоносец, Поликарпс, Игустин Философ, Касмай, Дамиан, Андрей, Стратилат и Иерон, мученик, Климент Римский, Климент Анкирский, Анфимник и Медийский, Георгий Победоносец, Пантелеемон, 40 святых мучеников, Царь Николай, Святое Царское Семейство, Владимир, Вениамин, Иосиф, Борис и Глеб. Молите Бога о нас, дабы никто не принял начертания зверя антихриста, и укрепи народ Твои возвыси, даруй веру Анфиму и Вениамину, и устраши родителей за такое воспитание ложное. Молите Бога о нас, святые отцы. Василий Великий, Григорий Богослов, Ян Златоусов, Анасий Великий, Ефрем Сферин, Антоний Макарий, Макарий, Антоний Феодосий, Корнилий Ио, Сергий Радонский, Стефан Пермский, Серафим Саровский, Ян Тобольский, Ян Кронштадтский, Ян Шанхайский, Кирилл Мефодий, Накентий Николай Макарий, Алтайский Филарет, И все переводчики Священного Писания. Молите Бога о нас, да сохранит нас Господь в святой православной вере, а зла мастерить яков разрушь и в ничто преврати. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые, жены и девы, Фекла Первомущин, Сапатина Самарянина Сферония, Вера, Надежда, Любовь, Матер Сапия, Наталья, Адриан, Варвара, Екатерина, Перепетую, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария Магдалина, Мария Египетская, Прискила, Акила, Андроник, Юник, Киприяна, Устина. Надарует Господь послушание и молчание, соломудрие и стыдливость женам и девам. Сохрани их от всяческого поругания, исправь непокоримость Галины, семейства Евгений, надежды, 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 Светланы, Мария, Раиса, Марина, Юлия и Елена, Людмилы, Галины и Анны. И прими нашу молитву воздеяния рук, как жертву вечернюю. Благоухание приятное перед престолом благодати Твоей, Господи. Соедини нашу молитву с молитвами всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. Услыши Божие и исполни молитву всех, молящихся о нас во благо нам, о всемогущий и любящий Отец Небесный. Прими нашу молитву о всех заповедавших нам, молиться о них, спаси их и помилуй, аллилуйя, и дай веру Александру, Германа, Тимофею, Тимофею и Мартину. Говори, Господи, Владыка, слушай ты да слышит раб Твой. Аминь. Христос воскрес. Доброе утро. Мы небольшое пояснение, тут кое-что будем давать. У нас тема сегодня называется «Бодрствуйте». Записано много на эту тему. Но кто не пободрствовал, тот погиб. Тут как борьба двух снайперов. Продолжаем. Слушаем. Вместо Библии безбожники составили капитал Карла Маркса и трех вождей против Троицы. Четвертый не вписывается Сталин и его убрали. Нет ни одного действия или события, которое Сатана не постарался бы скопировать. И тут же находятся апологеты, ротовые Никодимы, защищающие все это, лояльностью, иринологией, новым мышлением, все это в кавычках, общечеловеческими ценностями, это Горбачевская уже, любое безумие объявляется за откровения свыше, за благо народа. А о всем, что не поддерживает эти бредовые идеи дьявола, кто не за нас, тот против нас. Сравни Матфея 12.20 и Марка 9.40. Нечистый Дух не просто ищет, где поселиться, но там, где не занято святым, но там, где чисто и выметено, особенно там, где истина была принесена покаяния и правильно принято крещение, кто воистину вышел из его рабства. Туда он делает прорыв, если душа-то не заботится жить в Духе Святом, но засыпает в лении и неге, предается обольщению, похоти и мзды, и погибает, как в местилище семи злейших. Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Бывает, человек что-то не так понимает, а ты посмотри, что за этим, но не понимает так, как ты, это не означает, что неверно понимает. Но есть вещи, которые не надо доказывать, лживые, что Земля плоская, не шар, что Солнце совсем рядом 7 тысяч километров, а не 125 миллионов. Ну, то есть, ни грамоты, ничего нету. Но дело-то не в этом. Дело в том, что если человек это отрицает, он отрицает всех ученых. А в интернете, да в интернете написано многое, что интернета нет, написано. И там ролики есть такие. Тебе докажут, что тебя нету. И что ты не от отца матери родился, а от барана с козой. Тебе что угодно сегодня могут доказать. Ты-то почему веришь? Вот я беседую, священник кается. Я против вас говорил. Да зачем же ты говорил? Тебе больше заниматься нечем. Ну, а что ты говорил? Я говорил, что у вас икон нету. Ну, а ты знал, что они есть? Да, знал. Ну, как тебя назвать-то? Дьявол, если лжец, отец лжи. И написано, никакой лжец не спасется. Откровение, 22 глава, 18. Считай. Дальше. Что ты еще говорил? А он пришел к нам молиться. А почему пришел-то? Говорил против, пришел. Его посадили. И я ему передачки ношу в тюрьму. А теперь его освободили. Владимир Суртаев, уж нахожу, в Критманово служил. Хожу, ходатайствую, краевую прокуратуру, его сестра ходит на занятия в университет. Пока не освободили. Сразу раз обрезал. Но он к нам какое-то время ходил. Он какую-то фирму организовал. Красный Дракон называется. Вообще здорово. Кует-то разные решетки там. И ограды в КГБ. Это он сковал. Ты говорил, что у нас епископа нет? Ну да. Ну а ты знал, что есть? Конечно. А еще что ты говорил? Ну я говорил, Божью Матерь не посчитают. Ну ты же видишь, что молимся и праздники справляем, молитвы Божьей Матери. А зачем же ты говорил-то? А чтобы к вам люди не ходили? А-а-а. Ну я знал, какой ответ-то будет-то. А теперь стал ходить. Ему обломали маленько бока рога. Ну а потом походил маленько и перестал ходить. Полностью отдался деятельности. Вот какое дело-то. Греха-то не бояться. Я говорю, пришла душа одна. И говорю, так у них иконы есть. А вы говорили нет. Так это они ради вас повесили. Знали, что вы придете. А говорили, епископа нет. Я пришла, говорят, у них епископы с епископом служение. Да как, что там ты верил, что? Они, говорят, епископы палками гонят за деревней. Ну то есть, ну люди вообще не знают, что говорят, что за всякое праздное слово дашь ответ. То есть сатана залез в рот. И вот люди, которые привыкли лгать, к ним все пристает. Какая бы ложь не появилась, сейчас вот кумренские свитки. Он верит на полном серьезе. Книга Еноха верит. Посла Евангелия от Иуды верит. Но нормально крещение принимал. Потеряю, у нас крещение принимал. Полное погружение. А вот это не занятое, он ищет чистое. Он любит чистое. Сам нечистый. Нечистая сила, нечистый дух. А любит чистое. Ну, одевается, если некуда, то и в пузо к свинье залезет. Разреши свинье зайти. Что там в кишках он нашел у ней? Ну, вот такое дело. Вдруг появляются опять новые ролики. Он обязательно оттолкнется на них. Он из интернета не вылазит. Нашел, что в паспорте какие-то там загогулины в виде шестерок. Паспорт иметь нельзя. Там шестерки. Ну, что ты шестерок-то боишься? Есть шестой этаж. 666 километр от Москвы. 666 страница у меня вот в каждой книге, потому что 752 страницы в каждом томе-то. Ну, так можно с ума сойти-то. Боишься ты, это не греха. А написано, бойтесь того, кто может и душу погубить. То есть, Бога бойся. Никого не бойся. А это нет. И вот и ННН. Чипы ставит. И куда-то пойдешь, тебе неприметно на лоб поставят. Ну, даже пусть поставят. Пусть нарисуют. Что от этого-то? А ты же не отрекся. Ничего не понимает. То есть, почему? Побращение ума. Ну, а что? Человек всегда такой. Как правило, они разведенные. Это как правило. То есть, они непокоривые. Характер. Как правило, они разведенные. Как правило, любят спорить. И гневные бывают. Если не по их, прям у меня такой был даже священник. Приезжает, и вот перепись, перепись. Нельзя в переписи участвовать. Почему нельзя? А там метки поставят 666. Я говорю, на как же Христос переписи был? А где известно? Ну, считай, Евангелие от Луки. И первое в правлении Квирине Сирию. То есть, было две переписи. А когда считаем неканонические книги, там еще две переписи были. Чего ты испугался-то? Сын Божий не боялся. Божья Матерь не боялась. Иосиф. Пришли и записывали их. Ну, нельзя. Ну, а интернет? Ну, что это интернет? Компьютер нельзя иметь. Это же там в Брюсселе, там такой аппарат, зверь, это компьютер. Но сын подрастает. Сыну надо дальше идти. Все. Компьютер завел. В интернет выходит. Приходят сюда. Вместе говорим, насчитываем. Насчитываем. Отвещают и ставим этот ролик. И паспорт сын имеет. Все. А до этого ты что? Пока сын в школу ходил, не надо было иметь? Ну, почему так несерьезно-то? Дух лжи вошел в уста. Вот при жизни Асафата и Ахава такое было. Я нашел, что он не вышел. И он находит таких, ищет и бродит по земле. И горе живущим на земле, ибо к вам сошел дьявол великой ярости. Ну, как? Как лев рыкающий, ища кого поглотить. У него нюх хороший. Он сразу тебя найдет по запаху. Я говорю, какие признаки внешне. Ну, и далее. Если с ними серьезно начинаешь разговаривать, они сразу болеть начинают. Писание, места Писания. Я ему доказываю. Здоровый, крепкий мужик. Под одеяло залезет, дня два не вылазит. И при том, не простывший, ничего. Это что означает? Врачи исследуют, ничего нет. А что? Сатана потерпел поражение, его оставляет. А у него вся сила-то именно от него была. И он... А Духу Святого места не дает? Он расслабленный, лежит. Я подхожу, беседую. У меня же ролики такие поставлены. Я вопрунзе слышу. Одна, как только Евангелие выносят, она кричит. А-а-а, такими голосами. Ну, я познакомился с ней. Я говорю, как с вами эта беда-то случилась? Да как? А сама маленькая, сухонькая такая. Я учительница была. Ну и что? Ну и... Вот это... Ну... Ну что, ну-каешь-то? Ну, любила одеваться хорошо. Ну что? Хорошо, учительница. Что-то плохого-то? Ну, я часто меняла наряды. А сама маленькая в шкаф залезла. У нее в шкафу было-то. И он ее там зацепил. И она из шкафа вылезти не может. И она все время бьется в одну стенку, где стена у ней. А ей, кажется, она дверку ломает. И она лоб там расколотила. Дня через два там пришли родственники-то. Ну все, дверь надо взломать. Нашли ее, из шкафа вытащили. А другая в погребе. Я печку делал. Я говорю, а как вам дом достался этот в частном секторе? Да бабка была у нас. Она лечила. Лечила. Иконы поставит. Свещи зажжет, чтобы обольстить. Ну залезла в погреб, что-то там подметать-то. И он ее там захватил в погребе. Главное, в отдаленном месте. Это в шкафу, это в погребе. И она из погреба не могла. Вылезти, наверное, неделю там сырую картошку лопало. Вытащили ее оттуда. Ну и теперь ее нету, говорит. Другой стоит. И как чуть что он дернет головой. И ухо крестит. Крест на ухе. На правом ухе. Я дождался его на улице. Вышли. Как звать? Анатолий. А как это случилось с тобой? Как? Дурак я. Ну что, дурак, ты сам определил. Не я тебя так назвал. А что было? Что? Жене изменил. И когда во время блуда. Во время блуда. Оргазма достигал. И в это время я чувствовал, как ударило меня что-то. И что-то вошло в меня. И с тех пор он вот такой дергается и закрещивает. То ли его не выпускают. Вот бывает люди сзади друг к другу крестят. Не поймешь, то ли открещивается, то ли в самом себе рот позевает, крестит. Куда не надо крест-то? Не надо совать-то. И все это подделка сатаны. И далее. Нечистый дух не просто ищет, где поселиться, но там, где не занято святым, где чисто и выметено. Туда он делает прорыв, если душата не заботится жить духе святом. Но засыпает в лени и в неги, предается обольщению похоти и мзды, и погибает, как в местилище семи злейших. Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Вместо Христа нечистый является сам, даже святым. Если хотя на мгновение, они теряют бодрость. Исаакию Печерскому являлся, явление такого Христа, в кавычках, с маленькой буквы, едва не стоило жизни за то, что он поклонился ему. А он в отдельной келье пел и, слышишь, кто-то подпевает, а не видно, он это кто-то, и он говорит, ангел твой, ангел. Говорит, через день Господь придет за тобой, и только не забудь поклониться ему, он тебя берет, ты достойна этого. Он поклонился, а там копыта, хвост увидал, а уже поздно, они захохотали, поклонился Исаакий наш, и давай играть его, как в волейбол, кидать его друг к другу. Братья утром всегда подходили к нему, к окончику, Исаакий, благослови, отче, Абва, благослови. Молчок, разломали дверь, зашли, он руки раскинул. Все, поражен Берлин, бункер Гитлера разгромлен. Все, а это не прелесть, не обман, не гордость. Им отвечают, и они все думают, а кто же мне равен-то? Вот считай, мы это и с Макарием было, и с Ефремом Сириным. Мне равных никого нету. Ну и Господь говорит, иди в город, кто встретишь, тот выше тебя. Идет на встречу блудница Ефрема Сирину. А что с ней говорит-то? Ну а раз первый, первый. Он встал и стоит, смотрит, и она смотрит. Он не выйдет и говорит, а что ты на меня смотришь? Я взятая из ребра на тебя, и смотрю, а ты из земли взят? Что ты на меня уставился-то? И смотри в землю. А смотрит, где у меня юбка кончается, где разрезы. Что ты у меня на анализы-то берешь-то? И он развернулся и к себе в кель. Вот это да. Вот это научил. Так же было там, считай, у Антони, Макария. Если кто так подвизается, как я, то есть забился, не идет проповедовать, но он рекорды ставит, может не есть и не пить. Ну а что ему не есть и не пить? Если бы он пилил дрова где-то, землю, камень долбил-то. А так можно. Три дня главное-то. А потом дальше организм-то старые жиры поглощает. Можно и 40 дней пропаститься. Господь сказал, вот тут живут на окраине люди, зайди к ним в первом селе. Он не зашел, и оказалось, что две женщины совершенно незнакомые, вышли за родных двух братьев. А теперь живут в одной коммуналке. Одна кастрюля там все. И сколько живете? Давай все расспрашивать их. Ему сказано было, что они выше тебя, великий Антоний. Вот великие женщины. Что вы, великий, идет? Да какое делали? Это мы сегодня только с мужьями, с нашими, ложа разделяли. Они хотели бы уйти отдельно, но мужья сказали, перестаньте дурить. Таня, Маня, сидите на месте. И они опять заглохли. И оказалось, они ни разу не спорили ни за поварешки, ни за того, что пельмени опрокинуло. Ничего этого нет. И он повернулся и пошел. Ой-ой-ой. Вот Бог-то как смотрит. 21 декабря Иулиания. 21 декабря – это жития Дмитрия Ростовского. Месяц декабря. По старому стилю. Бес явился я в виде светлого ангела. Дальше. Но боюсь, как змей хитростью своей прелестил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе. И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света. 2 Коринфянам 11.3 и 14 стих. 1 сентября Симеону Столпнику сам Бог сохранил жизнь, когда он поверил лжехристу, пришедшему взять его на небо. Колесница подкатила, он ногу-то занес. И вот так грохнуло, и колесница исчезла, в дыму смрад пошел. А у него нога на такой высоте занесенная. И он тогда на одной ноге, на этой, которую занес, садится в колесницу-то. Стоял, и гнила нога, и черви падали. Такой же юноша один, добился разрешения в скале, там нашел вверху, залез туда в пещерку. Да ему отсюда подают. Он туда хлебушек, а оттуда, видимо, выкидывает еще отходы свои. И вот к нему точно так же обещала колесница. И он учителя своего любил и говорит, скажи ему, кто ему приходил, кормил его. Скажи, что через три дня меня Господь возьмет на небо. Тот испугался, сдурел окончательно. Да что же это делается-то, а? Ну, Игорь, ну говорил же я ему, ой-ой-ой. Он скорее все и пришел, и тут же залез к нему и говорит, что ты придумал? Да как что? Ангел являлся. Он сказал, возьмет меня на небо. Да кто ты такой плюгавый, ты посмотри на себя. Что ты сделал доброго-то? Да ты что, ты ошалел совсем? Нет, отче. Нет, ангел был. Благоухание было. Как понюхаю розы. Ох, и дурак. Ну и вот он загремел, а колесница катит. Он оттуда сходит. Иди сюда. Да, он еще маленько как бы упирается. А учитель ухватил его и за одежду-то к себе. А те его тянут к себе в колесницу. Он тогда перехватил за руку его. Но они за эту одежду-то и оторвали одежды. Тот крестит их. Отойдите, дьяволы. Пришли. И они тогда одежду бросили. Она полетела, летела, летела. Упала я об камни. Он говорит, вот где бы ты лежал сейчас. Дурень, слазь отсюда. Иди работай. Ничем не занятая душа, хорошая кузница сатаны. Это Мартин Лютер сказал. Неопытные, невозрожденные пастыри говорят. Хотя мы и крестим неправильно. И не катехизируем людей. Но и капля воды имеет силу благодати. И для чего-то же пришли эти люди. А благодать уж потом довершит все. И будут эти люди верующими. Утверждает даже, что можно в случае надобности крестить слюной и песком. Особенно песком любят. И отплевываться. Здесь и невежество, и подмена понятий, и домыслы. Что будто бы кто-то будет верующим. Я говорю, откуда вы взяли песком? А вот с евреем шли монахи. Он заболел, они песком крестили. А где вы? Ну, не знаю, где-то есть. Ну, я говорю, духовный лук. 136-я страница. Они на меня глаза лупают, стоят. Но вы еще дальше-то не говорите. И дальше-то написано. Когда они пришли, а он не умер, выздоровел. Им говорит Дионисий, епископ, и говорит, не выдумывайте, идите крестите на Иордан, песочники. Вот и все дальше-то они не говорят. То есть обман, подделка. Если бы такие горе-священники начали вести записи всех, кого венчают, ведь большей частью венчаются все же молодые, то могли бы сказать, а где же они, если в одну ночь не превратились в немощных стариков и старушек, стоящих по храмам? Где же они теперь? Где те, кого прищащаем, крестим, венчаем? Где эти толпы массы? Я говорю, сколько было венчания в епархии? 502. А сколько осталось, что не развились в первый год? А откуда я знаю? А патриарх Кирилл говорит, вы должны знать. Зачем он это говорит? Ну, дошло, дальше-то некуда. Все это профанация, обман. А для чего тогда бес приходит в храм, встает на место настоятеля? Смотри, житие Макария Египетского. А 29 октября житие Иоанн Хазевит. Бес припал к ногам, прося благословения у него. А был-то, как подошел, видимо, нахо, и вдруг ухватился его за ноги и опрокинул. Вот так эти идут. А священник им леет. Друг раз сделать ему нечего, из лотаря выйдет и по храму шарится. Священник, а что вы, бабки кидаются все. Служба идет. Ему незачем, он подошел к кассе. Что узнал, сколько мамона ему там, пузо наростил. Я говорю, зачем же ты вышел-то? А бабки млеют к нему. А он, а что вы учите? То есть, я понял, что он приготовлен к погибели. Второе, Параллепоминон, 25-16. Не эти ли лжекрещеные все прокинули в дисциплине, в иконописи, изображая крестящегося Христа, стоящего на берегу. А я на крестителя, льющий мы на него из раковины, изобразились, писав, со своих лжекрещений с католических. И все экономия, экономия. Как бы ни задавила машина, если не покрестить. Лжецы. 31 января, Никита. Во время пения бес начал ему подпевать, создал благоухание. Ну, а дальше уже 31 января. Прочитайте, что было. 27 марта. Ян Прозорливый. Бесы просили прощения у него. Прости, Насава, что искушали тебя. Бесы просят прощения. Спроси баптистов. Они ничего этого не знают, потому что житий у них нет. 19 января. Макарий Египетский. И бесы ему говорили, встань, не спи, пой. На молитву побуждают. 23 января. Феофил. Бесы явились с зажженными свечами. Ну, конечно же, с нечистыми. Не восковыми же. С нечистыми, как в церкви обычно передают. Красные, желтые, синие. В светлой одежде. Не в виде эфиопов. Стоило убрать из храма проповедь живой о Христе, воскресшем, и вновь грядущим судить мир, как эту зияющую рана пришлось спешно закрывать суррогатом, елками, мишурой. Явно идолопоклонство, запрещенное Богом, как поклонение деревьям. ПТЕ 3.6, Тарзаконие 16.21, 19.5, Второе, Парапоменон 31.1, 34.3, Иеремия 2.27, 3.9, 7.20, Иезекииля 20.28, Осия 4.12, Аввакум 2.19, Захария 5.4. Дикарские языческие обычаи украшать деревья, как идолопоклонники в Монголии, введенные русским антихристом Петром I, насильно навязанной в России, укоренился сей злой обычай и стал посчитать себя как ритуальной и священной елки украшать. А отец, терзающийся горькой скорбью о рано умершем сыне, сделав изображение его, как уже мертвого человека, затем стал почитать его как Бога и передал подвластным тайны и жертвоприношения. Потом, утвердившийся временем, этот нечестивый обычай соблюдаем был как закон, и по повелениям властителей, извояние почитаемо было как божество, кого люди в лицо не могли подсчитать по отдаленности жительства. Того отдаленное лицо они изображали, делали видимый образ почитаемого царя, дабы этим усердием польстить отсутствующему, как бы присутствующему. Премудрец Солмона 14, 15, 17. Деревья – это легкие планеты, легкие, как у человека, а их портят в угоду прихоти безумной. Если долгое время будешь держать в осаде какой-нибудь город, чтобы завоевать его и взять его, то не порти деревья его, от которых можешь питаться, и не опустошая окрестности, ибо дерево на поле не человек, чтобы могло уйти от тебя в укрепление. Только те дерева, которых ты знаешь, что они ничего не приносят в пищу, можешь портить и рубить, и строить укрепление против города, который ведет с собой войну, доколе не покоришь его. Второзаконие, 20, 19. «Кругом разорил меня, я отхожу, и как дерево он истор к надежду мою». Ио, 19, 10, Псалом 104, 33. «В ту ночь сказал ему Господь, возьми тельца из сада отца твоего и другого тельца семилетнего, и разрусь жертвенник Ваала, которого отца твоего, и сруби священное дерево, которое при нем». Это написано так, в студии 6, 25. «Разрешается украшать не деревья, то есть идолопоклонство, но ветками деревья украшать. В первый день возьмите себе ветви красивых деревьев, ветви пальмовых, ветви деревьев широколиственных, и верб речных, и веселитесь перед Господом Богом вашим семь дней». Левитам, 23, 40. Множество же народа постелали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с деревьев и постелали по дороге. Матфея, 21, 8. Во времена Иоанна Златоуса царица Евдоксия украшала столб, посвященный ей. И святитель восстал против этого обычая и поплатился изгнанием и жизнью. Дерево служит парообразом нашей жизни. Не возноси себя в помыслах души твоей, чтобы душа твоя не была растерзана, как вол. Листья твои ты истребишь, и плоды твои погубишь, и останешься, как сухое дерево. Сирахам, 6, 3. Ещё. Иной, собирая сплыть и переплывать свирепые волны, призывает на помощь дерево, слабейшее и носящего его корабля. Благословенно дерево, через которое бывает правда. Это было соблазном для людей, потому что они, покоряясь или несчастью, или тиранству, несообщимое имя прилагали к камням и деревам. Премудрия Соломона, 14, 1, 7, 21. Это всё к 14 главе относится. Из дерева будет капать кровь. Камень даст голос, свои народы поколеблются. Третья езра, 5, 5. Ну вот пока всё на сегодня. Это я уже оставлю далее. Пояснение. Вот, если кто с нами остался, я тут никого и не вижу, можно сказать. То есть сейчас я отключать буду. Вот у меня крутит всё, и никак сегодня компьютер не взял. Кто есть? Вы мне дайте знать. Я сейчас буду готовить ролик с события дня. Очень интересные вчера события были. Так, я отключаю. А потом минуты-полторы, может, подключу. Третья езде. Вот. Есть.